Последние несколько лет жизнь продолжает преподносить нам сюрпризы. При этом, если текущие изменения воспринимать не как удар по бизнесу, а как новый вызов, то можно найти для себя точки роста. Мы изучили последние тенденции, проанализировали спрос и, конечно же, предложения на рынке и готовы рассказать, какой бизнес можно открыть в 2024 году. Итак, погнали! Свой Свербизнес для каждого вида бизнеса. Специальные сервисы для сферы услуг. Онлайн-запись для клиентов. Напоминание в мессенджерах. Анализ финансов по мастерам и по салону. Откройте счет в Сбере и пользуйтесь специальными сервисами бесплатно навсегда. Сбербизнес. Автохимия или средства для автомойки. Богатый и разнообразный, динамично развивающийся рынок. Упаковка и этикетка здесь играют не главную роль. Гораздо важнее такие параметры, как хорошая моющая способность средства, а также экономический расход и минимальная, ну, насколько это возможно, стоимость. Качество мойки распознается клиентами уже с первого применения. Эффективные средства быстро нарабатывают себе положительную репутацию. Вот другой вопрос. Качественные компоненты стоят недешево. Производителю приходится тратить немало времени на поиск выгодных поставщиков, оптовых скидок, следить за новыми трендами рынка. Скорость появления новых марок автошампуней впечатляет. Но и у новичка всегда есть шанс выйти на рынок не просто с новым, а даже с инновационным продуктом. Поскольку комплексы потребительских характеристик каждого средства для автомойки могут быть очень разными. Антикоррозионные средства с эффектом нано-керамики для очистки сильных загрязнений, незамерзайки и так далее. Автошампуни очень благодатный продукт для патентования. Декор и товары для дома. Если в начале 2023 года можно было говорить о производстве товаров для дома как об альтернативе ушедших Икея, то сейчас уже не рабочий вариант. С начала 2022 года на российский рынок вышло около 27 новых брендов, среди которых мебельный из Казахстана и Беларуси. Точка роста в этой ситуации. Делать упор на уникальность товара, его самобытность и даже ручное производство. Например, исследовательский холдинг Румир провел исследование и выяснил, что 42% опрошенных россиян за последний год стали чаще питаться дома. Значит, у людей есть потребность не только в экономии денег в ресторанах, но и в красоте и уюте в своем жилище. Один из самых нашумевших брендов 2023 года – компания «Канделябрахом». Они сделали акцент на стильных товарах для дома от российских производителей. За год открыли 10 магазинов в топовых торговых центрах Москвы, Питера, Нижнего Новгорода и Тюмени. И сейчас активно развивают свое производство, бытовой химии, уходовой косметики, ароматов для дома, изделий из дерева, чтобы повысить маржинальность продукции. Также компания начала закупки товаров из Китая, Индии и Турции. А «Канделябрахом» написали РБК, снимали их на Первом канале и, конечно, другие популярные СМИ. И всего за первый год работы бренд вышел на при-айпио и начал продажу акций. В планах компании привлечь полмиллиарда рублей на активное масштабирование производства и магазинов, Получить детальную информацию о дивидендах, бизнесе и стоимости акций можно по ссылке в описании. Зеленое строительство Это подход к проектированию, строительству и эксплуатации зданий с учетом окружающей среды. Основной целью зеленого строительства является минимизация негативного воздействия на природу и максимальное использование возобновляемых энергетических ресурсов. Зеленое строительство – это практика возведения сооружений и инфраструктуры с учетом экологических, социальных и экономических аспектов с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду и оптимизации использования возобновляемых ресурсов. Благодаря использованию энергоэффективных технологий, низкоэмиссионных материалов, а также системы утилизации отходов и других новых подходов, зеленое строительство помогает создать более здоровую и устойчивую атмосферу в жизни. Мобильные медицинские клиники В связи с ростом потребностей в мобильных клиниках, особенно в связи с глобальным распространением нового коронавируса, средства, выделяемые на приобретение этих комплексов, редко покрывают их полную стоимость. В результате у заказчиков остается немного вариантов. Либо изготавливать медицинские комплексы на шасси ПАЗ или ГАЗЕЛЬ, либо приобретать комплекс, работающий на автомобиле типа КАМАЗ. Последний вариант – единственный, который может гарантировать более длительный срок службы мобильного медицинского комплекса, поскольку он рассчитан на специфические транспортные условия и, конечно, дорожное покрытие некоторых регионов России, таких как Псков, Архангельск, Республика Коми, Карелия и т.д. По расчетам Министерства промышленности и торговли, общая потребность населения России в передвижных поликлиниках и мобильных медицинских комплексах к 2024 году составит около 1500 единиц. Становится очевидным возрастающий интерес к этим мобильным комплексам. Соответственно, спрос на производство таких комплексов будет стимулировать производителей и разработки более совершенных и разнообразных продуктов. Бытовая химия Конечно, не все продукты в данном сегменте отвечают перечисленным выше требованиям, но есть из чего выбирать. Не отличаются сложные технологии производства гелия для стирки, обезжиривателей и антисептиков, антистатиков, средств для чистки сантехники или пятноводителей. Многие рецептуры предполагают всего лишь смешивание нескольких компонентов при комнатной температуре. Продукция бытовой химии расходуется быстро, стоит достаточно недорого, необходимо широкому кругу потребителей. Любой продукт может быть реализован в разных вариациях рецептуры. Компоненты сырья имеют высокую степень взаимозаменяемости. Легко оптимизировать себестоимость, легко осваивать один за другим разные ценовые сегменты эконом или премиум или суперлюкс. При грамотном маркетинговом подходе рентабельность такого производства высока, а срок окупаемости инвестиций минимален. Взявшимся за производство бытовой химии нужно быть готовыми сделать красивую этикетку, запустить интересную и убедительную рекламу, оперативно известить рынок о появлении нового товара. И только так у вас получится выделиться среди огромного множества производителей и дистрибьюторов. Конструктор из гипса. С минимальными инвестициями до 5000 рублей можно начать прибыльный бизнес по производству мини-строительных материалов из гипса. Эти строительные материалы похожи на лего и состоят из различных готовых блоков, таких как шлакоблоки, кирпичные окна двери, плиты, шиферная плитка и черепица. Подарив такой набор детям, вы сможете развлекать их часами напролет. Кроме того, игра с этими строительными материалами способствует развитию мелкомоторики, а также логического мышления и воображения. Изготовление гипсовых кирпичей может быть выполнено дома, на балконе или в гараже. Для этого вам понадобятся формы для заливки гипса и красители. Рекомендуемая цена продажи такого комплекта составляет 800 000 рублей. Это значит, что вы можете заработать 650-850 рублей за комплект. Если будете делать 50 комплектов в день, то сможете зарабатывать до 42 500 рублей в день. Вы также можете изготавливать наборы с готовыми инструкциями. Например, набор с кирпичами, включающий инструкции по строительству дома, чтобы клиенты могли собирать свои собственные творения, используя материалы из набора. На этом сегодня все. Напишите, какие бизнес-идеи будут актуальны по-вашему в 2024 году. А также смотрите наши старые выпуски. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok